На встрече с доверенными лицами, еще в рамках избирательной кампании, я, как доверенное лицо Владимира Путина, ставил вопрос о введении налога на роскошь. И рад тому обстоятельству, что эта мера сейчас реализуется. Наше общество, Россия, конечно, развивающаяся страна. И та разница в доходах, и то социальное расслоение, которое мы наблюдаем, это один из двигателей нашего развития, позволяет экономике развиваться. Но, тем не менее, есть определенные границы. Демонстративное потребление, пена, загородные особняки стоимостью миллионы долларов, роскошные автомобили. Все это нервирует население. Хотя введение такого налога, налога на роскошь, вряд ли качественно изменит состояние российского бюджета. Но это будет символ, это будет такой маркер того, что справедливость является, во-первых, для власти ценностью. А во-вторых, что демонстративное потребление нужно сдерживать. Что вот эта пена, которая выплескивается в процессе функционирования бизнеса, что ее быть не должно. Уровень потребления элиты и того же бизнеса должен соответствовать уровню социально-экономического развития нашей страны. К сожалению, пока еще далеко не высоким.